В рамках международного конгресса в университетской клинике Казанского университета прошли показательные операции с трансляцией из операционных. Смотрим! В мире с каждым годом становится все больше больных с почечной недостаточностью. Необходима процедура гемодиализа. Гемодиализ – очищение крови с помощью аппарата «Искусственная почка». Аппарат берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных на 15-25 лет. Мы, собственно, будем сегодня возвращаться к Казан, начинать с того, как вообще формируется фистула артериевенозная для гемодиализа, как ставится катетер, и будем лечить ряд осложнений. Мы лечим больных, страдающих почечной недостаточностью. Они получают лечение на аппарате «Искусственной почка». Собственно, суть процедуры в том, что у них забирается кровь, прогоняется через фильтры, очищается, очищена, возвращается обратно. В процессе гемодиализа происходит очищение крови вне организма с использованием специального фильтра, который называется диализатором. При проведении процедуры гемодиализа требуется очистить от токсинов большой объем крови за относительно короткий период времени. Больные сейчас живут долго, 30-40 лет на гемодиализ, в соответствии с это время через день они получают процедуру. Поэтому нам надо сделать такой доступ, чтобы он был обеспечен, этот пациент был обеспечен, годами на этом доступе спокойно лечился, адекватно себя чувствовал. В Татарстане в год таких операций проводится около 2000. Опыт у врачей довольно большой. В сравнении с позапрошлым годом, когда было проведено около 280 таких процедур, в прошлом году уже 360. Другими словами, растет количество болеющих. «В сегодняшний день руководство нашего университета, Казанского федерального университета, создало все условия для того, чтобы эти больные получали адекватную помощь. В принципе, у нас есть все условия созданы. На сегодняшний день мы практически 7 дней в неделю оказываем эту помощь этим больным». Каждым годом улучшается качество диализа. Больные живут уже не 10-15, а 20-30 лет. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюс.